ЗАБИНФО.РУ Первый информационный сайт Забайкальского края В ноябре 2014 года всю Забайкалье потрясла смерть двоих молодых людей, погибших под колесами поезда в Антипике. Долго обсуждали безумный поступок двух пьяных товарищей. Обвиняли их, машиниста, третьего друга, который волей судьбы остался жив и не смог им помочь. Ругали и того, кто выложил на всеобщее обозрение это видео, хотя человек, скорее всего, просто показал абсурдность произошедшего. Тем не менее, как показывает статистика, в большинстве случаев в авариях на железной дороге виноваты сами люди, которые пытаются пролезть под поездами или вовсе остановить локомотив. В последнее время тенденция пошла резкое, довольно большое снижение количества травмированных на перегонах. Основная масса все-таки травмировается на станциях, причем на станциях как раз тех, так называемых, малых, которые проходят через населенные пункты. Вот этот проблемный момент, я думаю, он и останется у нас проблемным. Почему? Потому что анализ всех фактов травмирования свидетельствует, что практически 100% случаев у нас это вина самих пострадавших, к сожалению. Забайкальская железная дорога За счет этих средств приведено к техническим требованиям 22 пешеходных перехода, улучшено освещение на 50 платформах. Основные причины это хождение по железным путям в неустановленных местах, подлизание под подвижным составом, хождение по пешеходному переходу во время движения поезда. Даже те ограждения, которые мы на станциях оборудуем, некоторые, так сказать, недобросовестные граждане пытаются демонтировать. В частности, вот у нас почти второй. Есть такие факты и такие места. Мы перекрыли там несанкционированные движения. Есть двухуровневый переход. Это в районе церкви декабристов. Тем не менее, значит, граждане это не устраивает. Они начинают самовольно демонтировать ограждения, которые препятствуют выходу на путь. И, тем не менее, значит, попадают. В итоге этого, значит, ты движешься, подвижешься в состав, потому что зона видимости ограничена. Каждый должен помнить, что железная дорога – это объект повышенной опасности. И поезд весом 800 тонн не остановится, как только машинист нажмет на тормоза. Александра Леонтьева, Анна Хвостова. Специально для Забонфору.